Молодых ученых, которые работают на прорывных научных направлениях, обеспечат дополнительными грантами. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин во время встречи со студентами. В преддверии Татьяниного дня президент приехал в один из ведущих вузов страны, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. За общением наблюдал наш корреспондент Сергей Морозов. Сергей, вы в прямом эфире. Какие темы больше всего волнуют студентов и что отвечал глава государства? Владимир Путин начал с того, что этот университет создавался как раз в 1942 году, в тяжелое время. И, несмотря на все свои недостатки, советское руководство умело концентрироваться на стратегических направлениях. И, вероятно, российское руководство последует этому примеру. Сегодня Владимир Путин поздравил студентов с наступающим студенческим праздником, ответил на их вопросы. Вероятно, для студентов ядерного университета было неожиданным. Я считаю, что в дальнейшем человечество должно должно отказаться от ядерного оружия. Но нынешнего поколения студентов это, скорее всего, не коснется. Когда-то человечество должно будет отказаться от ядерного оружия. Но пока, до этого еще далеко, имею в виду, что не только Российская Федерация обладает ядерным оружием, но и другие страны, их много, и они от этого средства вооруженности не собираются. В этих условиях сделать этот шаг Российской Федерации было бы в высшей степени странно, и это могло бы в сегодняшних условиях, хочу я подчеркнуть, в сегодняшних условиях привести к достаточно большим и тяжелым последствиям для нашей страны и нашего народа. Поэтому одно из направлений, ключевых, это развитие оружейного комплекса нашей атомной промышленности. Выпускники университета, скорее всего, смогут найти себе работу и в военной, и в гражданской области. Владимир Путин сказал, что программа перевооружения российской армии, на которую будет потрачено 20 триллионов рублей, это только начало, то есть, вероятно, она будет расширяться, и Россия собирается сосредоточиться на таких направлениях, как космическая связь, ядерное вооружение и высокоточное оружие. Ему задавали сегодня самые различные вопросы, непосредственно спрашивали, например, о том, будет ли война в 2030 году. Владимир Путин ответил, что об этом ему ничего не известно. Судентов также беспокоило, будет ли девальвирован российский рубль. Бояться не нужно, но всегда нужно трезво оценивать ситуацию, в которой мы находимся. Что касается курса национальной валюты, то на сегодняшний день Центральный банк занимается только при выходе за верхнюю и нижнюю отметку этого плавающего курса. И чем более свободной будет российская валюта, тем в конечном итоге лучше. Почему? Потому что это заставит саму экономику более эффективно и своевременно реагировать на происходящие в ней процессы. Владимир Путин спрашивали и о судьбе научных городков, где сейчас наблюдается отток специалистов в области здравоохранения. Здесь президент обещал разобраться. Были самые разнообразные вопросы. В итоге хор университета не удержался от того, чтобы исполнить в честь президента многое лето. Владимир Путин был несколько смущен и предложил студентам исполнить вместе какую-либо мелодию, сказав, что он сам не умеет ни петь, ни играть. И в доказательство этого он сел за фортепиано. Общение продолжилось за чашки чая. В общей сложности сегодня глава государства общался со студентами полтора часа. Елена. Спасибо, Сергей. В прямом эфире был Сергей Морозов. Президент Путин сегодня общался со студентами Национального ядерного университета МИФИ. Продолжение следует...